Аппарат МРТ в Видновской детской поликлинике не работает уже более полугода. Все это время медики вынуждены были направлять пациентов на обследование в другие лечебные учреждения. Мы направляли в Мацомт, это в Люберцы, в Балашиху, в Домодедово направляли или во все федеральные учреждения, в общем-то, по показаниям. Поэтому было не очень удобно. В основном это травматологические заболевания, есть заболевания, чтобы диагностироваться, заболевания внутренних органов в том числе, заболевания головного мозга. Сейчас сервисные службы уже приступили к ремонту и заправке аппарата МРТ жидкими газами, сначала азотом, затем гелием. Процесс вызвал вопросы у некоторых родителей, насколько это безопасно для маленьких пациентов. Газы, которыми сейчас заправляют аппарат МРТ, безопасны. Пусть родители не волнуются и чувствуют себя комфортно на территории поликлиники. Появление пара или облака такого белого цвета, ну это обычный технологический процесс. Также продолжается ремонт входной группы и части первого этажа здания детской поликлиники. Но большинство родителей маленьких пациентов изменением рады и с нетерпением ждут окончания работ. К процессу ремонта я отношусь, безусловно, положительно. Хочется нашу поликлинику увидеть новую, обновленную. Также по поводу МРТ, конечно, хотелось бы в шаговой доступности, чтобы мамочкам с детьми никуда не приходилось ездить далеко. Очень удобно сделать все сразу здесь. Аппарат МРТ подготовят к работе в течение месяца. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.